Здравствуйте, уважаемый Раф. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, играть для вас, играть для всех уважаемых зрителей. Музыка духовных миров, совершенно особенный для меня цикл. Неподражаемое духовное переживание, которое испытываешь, когда играешь эту музыку, сравнимо разве что у меня в воображении с радугой, которая является единой, но в то же время она переходит оттенки из разных цветов и получается такой очень широкий спектр чувств, спектр музыкальных впечатлений, переживаний. Скажите, пожалуйста, вот прежде чем я сыграю, могли бы вы сказать, о чем эта музыка, как она сочетается с миром, как она сочетается с общим духовным постижением человека? Музыка, мы видим, она заполняет вообще собой весь мир. Нет такой деревни, маленького народа, какого-то уголка на земле, где бы жил человек и не выражал бы себя какими-то звуками, какими-то животные поют. Не только люди, понимаете, перекликаются всякими голосами и выражают в них свои радости, свои горечи, испуг, страдания. И это все музыка, это все музыка, это экспрессия, это выражение внутренних своих чувств. Поэтому мир полон этой мелодии. Даже, в принципе, когда смотришь на небо, на звезды, на вселенную, так же чувствуешь, что она полна определенной гармонии. Ну, а музыка это гармония. Конечно. Далее я бы сказал, что в нашем мире мы знаем, как выражать свои чувства. Есть, существует много типов музыки, много видов выражения. И у каждого народа, в каждой области, в стране, в мире, во времени, в каждый исторический период различные выражения музыкальные были у людей, выражающие свои внутренние чувства или какие-то внешние, условные формы общения. Но есть, кроме нашей обычной земной музыки, которую сочиняли композиторы всех времен и народов, есть музыка духовная, которую переживает человек, когда он не говорит о земных радостях и страданиях. А когда он говорит о радостях и страданиях, которые у нее есть в постижении высшего мира, в постижении высшей силы Творца. Есть особые учителя духовные на протяжении всей истории человечества, которые как бы идут рядом с человечеством, ну параллельно ему или выше его, я бы сказал. И у них свои методы выражения духовного постижения. То есть, когда поет, ну настоящая душа, не то, что мы говорим душа, то есть наши переживания земные, а переживания именно по раскрытию высшего состояния, высшего мира. Таких людей было немного в поколениях. Немного в поколениях. И они... Есть у нас, в общем-то, о них некоторые записи, воспоминания, но нам неизвестно, что была за скрипку у Давида. Да, лютня, или типа все-таки скрипки. Это был щепковый инструмент, или это был струнный инструмент. Был ли это там свирели, там всевозможные и так далее. То есть, хотя псалмы, мы его читаем, но петь-то, как он их пел, мы, в общем-то, не можем. Там записаны некоторые значки, но они не дают нам четкого ощущения, а понимания того, как надо их выполнять. В то же время, допустим, в Библии есть четкие значки над буквами, под буквами, которые дают нам понимание того, как надо петь весь текст Библии. В Библии Ветхого Завета. Если люди продвигаются в своих духовных постижениях, то есть в ощущении системы управления нашим миром, и того, как в нее входит человек, в эту систему, каким образом он ее ощущает, постигает, адаптирует себя к ней, начинает с ней взаимодействовать, он на нее, а она на него, то тут возникает уже диалог чувственный и разумом, разумный, осознаваемый. То есть, постижение происходит на двух уровнях, на уровне чувства, на уровне разума, сердцем и разумом. И между ними возникают особые такие переходы очень интересные, когда больше чувства, когда больше разума. Но все равно музыка, она исходит из того и с другого. То есть, музыка души, ощущение общее, оно рождается как следствие, как хорошая гармоничная связь между чувствами и разумом. Вот что поразительно в постижении высшего управления, высшего мира. Когда мудрец туда входит, он начинает ощущать высшую гармонию. Причем эта гармония, она, конечно, ее невозможно передать. Потому что возникают совершенно иные чувства и иной разум. Многослойный. Там, где противоречия сливаются, сходятся, а единство, наоборот, расходится и снова. То есть, наши, в общем-то, музыкальные средства земные не помогают вместить тот объем, ту мощь, которую ощущает мудрец при постижении высшего мира. Тут, ну, ни оркестры, ни органы здесь не помогут. Здесь надо, нужны инструменты, которые бы не просто передавали то, что воспринимает постигающий высший мир, а нужны, нужна аудитория, которая бы тоже постигала то, что ей передают. То есть, была бы определенным образом подготовлена. Как вы встречаете у себя на концертах соответствующую аудиторию, к вам не приходят просто с улицы те, которые играют в домино, там, на скамейках, там, во дворах. Люди, которые знают, что такое музыкальная культура, может быть, даже муз-литература, в которых есть жажда ощутить через ваши звуки какие-то определенные слои мироздания, мира нашего, сопереживания и так далее, жизни, смерти, все, что между ними, все, что их наполняет. Так и здесь необходимо готовить аудиторию для воспринятия духовной музыки. И тогда они начнут, в общем-то, слышать в тех же звуках нечто высшее, нечто большее. То есть, то, что вы сейчас будете играть, исполнять. Мудрец написал эти ноты, но в них заложено намного большее, чем может воспринять обычное человеческое ухо. Если же мы подготовим людей, то они начнут воспринимать звуки высших миров, которые скрыты в этих звуках, идут как бы внутри них, одеваясь в них и проявляясь только тем людям, которые могут их услышать, потому что знают, о чем это говорит. Но это требует, как вы знаете, в общем-то, длительной подготовки. Но все равно особое замечательное свойство этой музыки в том, что она сама, в свою очередь, подтягивает слушателя к тому, чтобы он начал стремиться к ней, спрашивать о ее внутреннем содержании, пытаться понять тот внутренний слой информации, чувственной и осознаваемой, даже, может быть, умозрительной, которая в ней заложена. Так что ее желательно играть перед любой аудиторией. И она сама уже увлечет за собой слушателей. А затем придет время, и, возможно, мы сможем дать какой-то маленький курс для того, чтобы помочь им раскрыть тот внутренний слой, который существует в этих произведениях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Поэтому, когда мы их даже просто слышим, ничего больше не делая, то есть никак-то не переводя ни в какие другие образы, они на нас очень благотворно действуют, очищают. Они подталкивают человека к более высоким желаниям, они настраивают его на доброе взаимодействие с себе подобными. Так что несут, кроме того, вообще огромную информацию, но мы ее не понимаем, но она начинает у нас работать. Очень желательно, так благотворно, уравновешивает нас, я бы сказал, даже излечивает в широком смысле слова от всех наших и физических, и моральных, душевных пороков. Так что я считаю, что эту музыку просто надо, ну, просто слушать, ее просто слушать, как лекарство. И она будет сама по себе даже готовить людей к тому, чтобы они смогли ее постепенно более глубже воспринимать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это песня «Благодарность». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Причем это Когда не сам человек Взывает только к этому А он вступает в диалог С творцом И слышит как творец Обращаясь к нему Говорит Приближайся же ко мне Это смысл этой песни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как они слышатся тебе? Вы знаете Для меня я получил классическое образование Закончил Московскую консерваторию Здесь существует Ну вот Лично с моей точки зрения Взаимодействие Наиболее сильное взаимодействие С музыкальной формой Музыкальным временем Звукоизвлечением Интенсивностью нажатия Чему как раз обучается Обучают в консерватории Не просто сыграть А вот именно проникнуть в суть И конечно же Образное какое-то видение Вот Сочетание этих аспектов Дает Душевные переживания Которые Очень ярко Выражаются Особенно на концертной сцене Перед большой аудиторией И это Неподражаемое Ничем Несравнимое Ощущение Которое Я не У меня нету слов Как это выразить Но Вот Может быть Можно сравнить Это с Молитвой Это нечто такое Интимное Нечто такое Твое Внутри И когда Ты начинаешь Играть эту музыку Вроде бы Ты Один Вроде бы Творец рядом с тобой Но в то же время Вся публика Которая сидит в зале Она становится Единой Она становится Единой Сценическое волнение Которое присуще Всем Ну Практически всем музыкантам Оно уходит И мы перемещаемся Со слушателями В какое-то Другое Измерение Вы чувствуете Близко с ними Контакт Быстро Да Да Входится В контакт Здесь все люди Становятся Как один Ощущение Волнения Исчезает И Интимность Появляется Интимность И ощущение Молитвы Когда я играл В Московской Консерватории Эти произведения Аудитория была Совершенно Разная И И Были Как подготовленные Зрители Так и не очень И Потом Когда я Знакомился С записью Я увидел Как Зрители Реагируют Вот по лицам По их И вы знаете Это совпало Совпало с теми Ощущениями Которые я испытывал На сцене Неподражаемо Не Неописуемо И конечно же Я буду продолжать Знакомить Мир с творчеством Бааль Сулама В сочетании И с классической музыкой И конечно же Отдельно Я думаю Мы разработаем Определенные программы Концертов Которые могут Быть Полезны И подготовленным Слушателям И Так сказать Слушателям Более Разных Так скажем Профессиональных уровней Ну В принципе Это Тот вид Искусства Который Мне кажется Сейчас Должен Раскрываться Я бы назвал Это Продолжением Некой Иной Ступени Чуть-чуть повыше Чем Классическая Музыка При всем Моем уважении Потому что Здесь Включается Вот Шестой Орган Чувств Точка в сердце Потому что Вроде бы Мелодии Очень простые Не очень Фактурные Но Но Вот А в общем-то В такой Простой Мелодии Которая Но она Сопровождает Очень высокие Слова О Высшей Вечной Совершенной Силе Одной Единой Которая Окутывает Нас И всех Нас Ведет К определенному Совершенному Идеальному Состоянию Вот Воспевание Этой силы В ее Различных Выражениях То есть Проявлениях К нам К этому Вальцу Есть слова И все Они Если бы Мне позволили Называть Вальц Но В общем Так это Звучит И все Они Именно Вот Уходящие Вверх То есть Они Воспевают Десять Как бы Потоков Изобилия Управления Нашим Миром Которые Нисходят К нам И которые К сожалению Благодаря Нашим Эгоистическим Свойствам На уровне Нашего Мира Превращаются Совершенно В противоположное Когда мы Вместо Того Чтобы Раскрыть Себя Для восприятия Этого Духовного Изобилия Стать Подобными Им Между Собой Также В гармонии В общении В совершенном В добром В едином Совершенно Все Это Искажаем И в итоге Получаем Только Маленькую Толику Духовной Энергии Которая Оживляет Наш Мир Так вот Ощущение Того Что же Нисходит На наш Мир Выше Того Уровня Где мы Где мы Начинаем Уже Искажать Это Передает Эта музыка Хотя Она Выглядит Очень Уж так Просто Вроде бы Какой-то Вальсик Что ли Маленькую 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 Скажите Пожалуйста Как Вы Считаете Эту музыку Можно Ли Давать Студентам Для того Чтобы Они Учились Уже В высших Музыкальных Заведениях И Пытались Привлечь На себя Вот это Воздействие Этой музыки Я считаю Даже Детям Даже Детям Я потому Что Почему говорю Потому что Я занимаюсь Прептованием От трех Лет До 25 Уже До студентов Как Вы Считаете Стоит ли Обработать Эти мелодии Еще более Простенько Для детей Для музыкальной Школы И вот Я считаю Что это Необходимо Мои Мои Внуки В Канаде Наигрывают Это Немножко Но у них Нет нот И просто Они слышали В записи И Играют Мне Когда я у них Там Угощу Я считаю Что это Очень надо Приложить Действительно Для разного Возраста Может быть Может быть Сделать Из этого Квартет Возможно Ее Можно сделать И для Больших Симфонических Оркестров У нас Были Такие Попытки И они В общем-то Это звучало Вот Вот Эта мелодия Она Говорит О том Что мы Материал В руках Высшего Ваятеля Которые Управляет Нами Но Принимая Во внимание Наши Побуждения И желания То есть Ведет К нас К своей Цели В соответствии С тем Насколько Мы Желаем Все-таки Сами К ней Идти То есть Подправляя Нас Как вот Мы учим Маленького Ребенка Как ходить Мы его Направляем Мы его Поддерживаем Но заставляем Семьему Делать Какие-то Усилия Преодолеть Какие-то Страхи Свои И так Далее Вот Таким Образом Так же Поступает С нами Высшая Сила Если мы Желаем Начать Наше Духовное Восхождение Духовное Движение Мы Начинаем Ощущать В мире Нашего Осознанного Нашего Желательного К ней Движения Как она Буквально Нас Поддерживает Как мы Ребенка И все-таки Подталкивает Оставляет Одних И чтобы Мы сделали Шаг Вперед Хотя Мы боимся Знаете Как маленький Ребенок Стоит И плачет И не знает Что делал С собой Пока Делает Какое-то Такое Неловкое Движение И падает И падает Может быть Мы снова Его ставим Поднимаем И вот Таким образом Но во всем В этом Ощущение Огромной Любви Хотя Страшновато Хотя Непонятно Но Таким образом Мы и учимся Буквально В параллельном Мире Такие же Действия Только Духовные Душевные Усилия Вместо Физических Так что Вот эта мелодия Она Сразу Ну Она Она Рассказывает Об этом Но Она Радостная С другой Стороны Насколько Я Рад Обнаружить Себя Как Глину В руках Скульптора Как Э Э Штурвал В руках Моряка Как Мне Приятно Что Я Могу Быть Не Просто Животным Которым Которым Управляет Которым Управляют И он Не знает Куда Идет Мною Управляют С вожжами То есть С правой И с левой Стороны Притягивая Тем Что приятно И отталкивает Того Что неприятно Две силы Управляют Нами положительное Отрицательное Но Я знаю К чему мне Стремиться Используя Эти силы Я могу Правильно Их Для себя В общем-то Сопоставить Даже Может быть Синвестировать Так Что Положительную Силу Буду воспринимать Как отрицательную Отрицательную Как положительную Я могу Себя Перестроить То есть В общем Здесь С помощью Данных Мне Инструментов Сердца Разума Я могу Осознать Это высшее Управление И хотя Я нахожусь Как штурвал Как вожжи В руках Высшей силы Но я Могу Войти С ней В В Определенное Такое Состояние Связи Союза И вместе Двигаться Вперед Осознанно Двигаться К той Цели Которой Мне все-таки Надо достичь Я сейчас Еще не понимаю Этого Как ребенок Не понимает Когда его Ставят На ноги Для чего Это ему Надо Но Мы Осознаем Для чего Что нам Надо Слушаться Эту силу И попытаться Ее правильно Обвыполнять Причем Не выполнять Физически А выполнять В осознании То есть Пытаться Все время Найти смысл Ее действий И тогда Мы будем Духовно Расти Вот эта Песня Об этом Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы все знаем, что духовное действие совершается посредством намерения. Скажите, пожалуйста, как мы, исполнители будущие, должны правильно подходить к исполнению этой музыки для того, чтобы достигнуть цели в самое кратчайшее время и при этом сохранив себя, как духовно продвигающих всех людей? Я думаю, что самое главное – это постоянная настройка на высшее управление с радостью. Это необходимо добавить с радостью. Вот многие люди… Я когда-то провел эксперимент. Я раздал записи, это было где-то лет, наверное, около, ну, лет 20 назад. Может быть, 18-17 лет назад. Я раздал записи этой музыки в дом престарелых. Там, где была моя мать, в Торонто. Она там живет с нашими родственниками. И потом опросил их. Ну, естественно, пожилые люди. Но не совсем пожилые, такие 65 и далее возраста лет. И они мне все говорили о том, что мы плакали, когда слышали эту музыку. Я их понимаю. Во-первых, человек на склоне лет и так далее, слыша эту мелодию, сразу же он начинает перебирать в себе свои воспоминания, восприятие жизни и так далее. Но это в корне отличается от того, что вообще эта музыка должна дать. Она говорит о радости. О свете, о высшем свете, о очень светлом состоянии. Это восхищение, это озарение, это подъем и полет души. Это нечто такое плавающее в белом свете. Это такое нарядное состояние, как в нашем мире олицетворяет собой невеста. Когда ее одевают в белой платье, все вот это, вот этот наряд невесты, он олицетворяет вот такое состояние. Какое хочет передать эта песня. Вот самое главное, поэтому приблизительно понять, о чем говорят эти мелодии, почувствовать. Это в первую очередь настроившись на радость. Потому что все они, ну, как-то уподобятся, уподобятся человеку, который их писал. Он писал это в постижении высших миров, высшего состояния, высшей силы. А там проявляется только захватывающая такая, все наполняющая радость. Постижение, вечности, совершенство, гармонии. Поэтому надо оторваться от своего эгоизма, от того, что он сделал с нами в нашем мире. И каким образом всех нас тут, ну, просто изуродовал. И приподнявшись над ним, начинать пытаться жить в совершенно ином измерении. В противоположном. В отдаче, в любви, в связи, во взаимосвязи доброй. И так далее. И тогда эти мелодии будут чувствоваться совершенно иначе. Вот такое маленькое напутствие любому ученику, я думаю, если он будет о нем постоянно себе напоминать. Оно даст ему возможность, не изучая ничего другого из всей этой огромной методики постижения высших миров, учителем, который был Валя Сулам. Также начинать это ощущать. Не нужны слова. Если он откроет себя этим звуком и их внутренним источником, он начнет все это понимать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Воздравие, можно так сказать, тех немногих, очень немногих, которые достигают своего полного исправления, полного подъема над нашим эгоизмом. И достижение абсолютного друизма, свойства отдачи и любви к ближнему, к дальнему, ко всем. Вот те немногие личности, которые смогли это совершить, во всех временах эпох, им это посвящается. Они воспеваются в этом, наверное, марше, хотя это, в общем, наверное, марше. То есть, великие, постигающие высшую систему всех миров, всей природы. Вам воспевается эта песня в знак признательности за вашу исключительность, настойчивость, упорство, возможность приподняться над собой, стать в течение этой жизни гостями в высших чертовых Творца. Так я бы сказал. Вот это, 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 они воспеваются в этом предсветении. Раф, скажите, пожалуйста, когда я играю на сцене, как мне построить, я вот этот вопрос задавал, но вот, что касается вот лично меня, как мне построить внутри себя правильное намерение для того, чтобы не начать самонаслаждаться на сцене, для того, чтобы отдать, отдавать? Мы должны сказать своим слушателям, что сейчас мы послушаем особую музыку, называемую духовной музыкой, или там даже мистической, я не знаю, как ее лучше назвать. Вот, которая говорит не о зимних переживаниях, а о устремлении человека к постижению своей сути. И настроить их на это, и самому войти в это состоять, чтобы они видели, что и вы, исполнитель, желаете войти в этот, как бы, духовный экстаз, для того, чтобы им это передать. Вы должны как-то артистично это, ну, как артист, передать им свое перевоплощение, чтобы при этом концентрируетесь именно на этом уровне. Да. Стоит ли пытаться их взаимовключать в творческий процесс? Я думаю, что это было бы хорошо. Но не очень давить на них, а так вот немножко, что сейчас мы услышим особую музыку. Постарайтесь в ней почувствовать то, что хотел в ней выразить автор. Автор хотел то-то, то-то, то-то. Приподнять нас над этим миром. В мир совершенный миг свойств, свойства отдачи, любви, взаимодействия, благожелательности, благости. Полную противоположность от наших этих сегодняшних земных состояний. Давайте попробуем именно таким образом почувствовать эту музыку. Вся она говорит о восхищении, о любви, несмотря на то, что в ней звучат минорные ноты. Спасибо. Спасибо вам огромное, уважаемый Раф. Для меня очень важно было побеседовать с вами для того, чтобы правильно понимать эту музыку, для того, чтобы правильно ее распространять. Потому что для нас важно, чтобы через простые вот эти мелодии, которые на самом деле являются проводниками, вот этими золотыми цепочками, которые могут подтягивать и будут обязательно нас в освещении высших миров. Спасибо вам огромное. Я также вам благодарен огромных творческих успехов. Творческих, музыкальных и духовных. Спасибо вам. Спасибо.